Мы находимся на одном из самых оживленных мест нашего города, привокзальная площадь. И есть здесь одно необычное старинное здание, оно находится прямо возле железной дороги. Это здание старого вокзала. Кирпичная постройка выполнена в стиле модерн. Серая облицовка, арочные окна, причем разного размера. Большие на первом этаже, маленькие на втором. Образно здание старого Одинцовского вокзала напоминает паровозик. Есть высокая башенка, есть двухэтажный куб, есть поменьше. Вот здесь такая небольшая пристройка, что ближе к нам находится. То есть какая-то такая вот игра форм довольно простых. Но таким оно было не всегда. Во второй половине 19 века началось активное строительство железных дорог. Открылось Московско-Брестское направление. И в 1870 году на нем появилась небольшая станция Одинцова, где в то время находились кирпичные заводы. Вторая основная века в истории нашей станции Одинцова – это 1896 год, когда происходит коронация. А после коронации едет в Ильинское Усово, то есть имение родственников своих, то он едет уже по своей железной дороге, то есть по царской. После пожара на месте деревянного вокзала под руководством архитектора Льва Кекушева построили один из самых больших вокзалов в Московской области, где было все необходимое для обычных пассажиров. Это были кассы билетные, был буфет, разумеется, уборный, то есть для жизни необходимый зал ожидания. Были зал ожидания первого класса, второго класса и третьего класса. После революции железнодорожную платформу перенесли, а здание вокзала перестало использоваться по своему назначению. Тогда там находились общежития, магазины, и оно потеряло свое внутреннее убранство. Сейчас этот исторический объект отнесен к памятникам архитектуры регионального значения. Теперь необходимо его восстанавливать, чтобы сохранить историческую ценность. Более подробно об этом объекте смотрите в нашей программе «Про округ».